Всем тихой ночи. И снова видео по голосованию в комментариях. На этот раз больше всего комментариев набралось за хаб назидания. Хаб этот задает высокую планку с самой первой своей страницы. Нас встречает большая надпись назидания, вся переливающаяся и с каким-то атмосферным фоном. Забегая вперёд скажу, что этот хаб действительно претендует на многое. Ни много ни мало на то, чтобы дать новое объяснение большинству основных вещей из мира SCP и перезапустить его. Прокручиваем дальше и видим цитату про абсолютную власть из какого-то дополнения к Хелф-Лайфу, что настраивает нас на восприятие этого произведения. На следующем экране у нас заставка первого эпизода. Начнём погружение. В качестве первого эпизода тут объект SCP-6820. В фонд SCP начал огромную стройку, завершённую только в 2021. В результате было создано колоссальное высокотехнологичное сооружение, способное без следа уничтожить нечто, что тогда обозначалось как SCP-6820-A. При этом уничтожение этой сущности предполагалось не только в настоящей реальности, но и в прошлом и будущем, а также в ноосфере. Чтобы ни один разум больше никогда не мог воспринять даже саму идею этого объекта. А так как из самого документа невозможно понять о чём вообще речь, видимо уничтожение прошло успешно. При этом похоже это нечто было достаточно локальной штукой, ведь её пытались убить при помощи SCP-096 скромника, SCP-176 культуры и даже вируса часового механизма. И вот после нескольких таких неудачных попыток для уничтожения этого нечто и был построен целый комплекс. Через какое-то время учёные SCP заинтересовались тем, что же они такое уничтожили. Для этого работники фонда извлекли из машины часть информации об объекте, представленной в виде последовательности ДНК. Когда эта последовательность была проанализирована, немедленно произошла реструктуризация реальности, сделавшая невозможным доступ к комплексу, где и находится SCP-6820. То есть SCP-6820 не только уничтожил SCP-6820-A, стирая его из реальности, но и не давал людям понять, чем тот вообще был. Таким образом возникла теория, что SCP-6820-A на самом деле не так уж и опасен. А огромная машина как-то манипулирует людьми. Теперь фонд решил, что созданную им же установку необходимо отключить или вообще разрушить. Однако сама эта штука, имеющая мощный искусственный интеллект, сросшийся с ноосферой, решила этого не допустить. В то же время люди по полученным обрывкам данных смогли узнать, что SCP-6820-A был скорее идеей и меметическим ноосферным комплексом, чем физическим объектом. Идеей отличия живого от мёртвого. Однако в реальности он также был представлен в форме рептилии. Ну то есть становится очевидно, что объект SCP-6820 был создан для уничтожения SCP-682. С чем он похоже успешно справился? Или не совсем? Ведь сама сущность рептилии начала пропитывать разумную машину и ноосферу. Осознав это, фонд принял окончательное решение, что установку вместе с её содержимым необходимо уничтожить. Для чего попытался использовать несколько опасных объектов. Но все попытки в итоге провалились. А сам объект стал только сильнее. В итоге он смог захватить управление окружающим комплексом SCP и даже его персоналом. А также начал объединяться с меметическим комплексом SCP-3125. Тем самым, с которым отдел антимеметики ещё борется. Тогда фонд решил применить своё главное оружие для таких случаев. Неописуемый SCP-055. В результате эксперимента фонд получил сообщение, говорящее о том, что обитатель объекта SCP-6820 не только не был уничтожен в 55-м, но и благодаря нему приобрёл свою совершённую форму. После этого события документы по SCP-682 изменились странным образом. Из них пропали все упоминания самого этого объекта. Объединившиеся рептилии SCP-682 и меметический комплекс SCP-3125 и SCP-055 стали единым целым, идеальным воплощением ненависти. И, судя по всему, самим Алым Королём. Второй эпизод назидания SCP-6747. В 2029-м директор отдела патофизики Дог Докович придумал концепцию, при помощи которой можно вернуть из небытия любого человека. Изначально это было задумано для воскрешения директора Кинга, бывшего слишком ценным сотрудником, чтобы умереть. Дог Докторович разрабатывает теорию, которая фактически стирает различия между автором и персонажем, вымышленным миром и реальностью. На основе своей теории он придумывает машину, которая выворачивает реальность таким образом, что вымысел перестает отличаться от действительности, и нужный человек и персонаж оказываются снова живыми, вне зависимости от того, что с ними до этого происходило. Машина для ничем не оправданного возвращения персонажа из небытия, чего только отдел патофизики не придумает на самом деле. Да и, похоже, уже много кто этой штукой пользуется. В фонде SCP же первые испытания машины прошли успешно. Устройство в небольшой выдуманной вселенной создало ряд объектов, и все они появились в реальном мире. Это выдуманное яблоко, собака и человек с выдающимися инженерными способностями. Последний был принят на работу фонд SCP. Однако осуществить задуманное и оживить Доктора Кинга не удалось. Вмешивается неизвестная сущность. Судя по намекам в тексте, являющаяся той самой живучей рептилией SCP-682, соединившейся с SCP-055. Ну то есть Телый Король, проще говоря. Вмешательство это приводит к локальной катастрофе. Вместо оживления Доктора Кинга появляется его крикатурная версия. При этом та малая, выдуманная реальность, созданная для воссоздания в ней Кинга, начинает разрастаться. И в какой-то момент становится такой же настоящей, как и обычная реальность. При этом настоящие законы физики заменяются в нем на законы комедии. Комедийный мир растет и набирает силу. И в какой-то момент стал грозить поглотить настоящую вселенную. Чтобы не допустить такого веселого конца света, был запущен новый проект, в результате которого смешной мир был стабилизирован в своих границах и начал существовать как просто отдельное измерение. Это, кстати, предыстория Лолфонда. Окей, мы узнали, как на самом деле появился Алый Король и Лолфонд. Даже интересно, какие открытия нас ждут дальше. А дальше третий эпизод. И это SCP-6659. После второй неудачи Фонд Мира Назидания снова взялся за колоссальный проект. На этот раз из области тактической теологии. И снова под руководством Дока Докторовича была построена огромная машина. На этот раз посреди океана. В чем же ее назначение? В ходе двух предыдущих экспериментов Фонд SCP изучил ноосферу и обнаружил, что в ней живут боги. И с этим надо что-то делать. В качестве решения было построено ноосферное оружие, способное уничтожить враждебные божественные сущности. Во время первого испытания машины Фонд SCP попытался исправить свою предыдущую ошибку, уничтожив SCP-055, запущенное в ноосферу. В результате оказалось, что 55-й объект — это череп последнего монарха, особого вида невидимых людей, вокруг которого существовал культ адептов незримого. Он сразу и распался. Теперь уже обычный череп был возвращен в камеру номера SCP-055. Впоследствии Фонд запустит свое оружие 180 раз, уничтожив при этом 180 божеств, связанных с ними культов. Однако во время 182-го запуска происходит авария. Во время попытки уничтожения культа поклоняющегося какому-то черепу оленя, машина выходит из строя, а в комплексе начинается пожар. В ходе ремонта установки одному из ученых, доктору Блейку, приходит в голову очень странная мысль поместить в тот отсек, куда надо класть предмет поклонения культа очередного божества, свою голову. В ходе этого незапланированного эксперимента доктор Блейк испытал трансцендентальный опыт, после чего его со множеством аномальных повреждений мозга извлекли из аппарата подоспевшие сотрудники комплекса. Проанализировав эти события, док докторович приходит к выводу, что в ноосфере существует некоторая сущность, находящаяся далеко за пределами возможностей понимания человека, и что-либо с ней сделать невозможно. Чтобы оградить себя от возможных опасных ее действий, запускается проект Прометей. Его целью становится создание в ноосфере божества, отвечающего целям фонда SCP, по защите реальности, а также культа поклонения ему. Эта сущность теоретически должна будет вытеснить все другие, и в мире назидания фактически начали поклоняться персонифицированным целям фонда SCP. Наступает 2035 год. В мире назидания появляется аномальный компьютерный вирус, уничтожающий все искусственные интеллекты. Он был обозначен как SCP-6488. Способы содержать его фонд SCP не находит, зато разрабатывает свой искусственный интеллект, который вирус разрушить не может. В качестве меры содержания фонд SCP начинает использовать идею о том, что объект не представляет собой ничего аномального. Однако сотрудники с более высоким уровнем допуска читают несколько иную версию этого документа. SCP-6488 – это особая машина под названием Lotus, состоящая из нескольких доступных фонд аномальных компьютеров, способная обнаружить и уничтожить любые дикие искусственные интеллекты, даже до того, как они таковыми станут. Однако, как выясняется, любой ИИ имеет некую вероятность стать диким, потому запуск машины приводит к уничтожению искусственного интеллекта вне стен фонда SCP и вообще как явление. После длительного обсуждения возможных проблем и последствий, Совету 5 решает отключить установку. После этого происходит серия странных инцидентов. В океане внезапно тонет установка SCP-6659, та, что убивает в наосфере богов. Внезапно сама по себе запускается SCP-6747, та машина для материализации вымышленных вещей и пропадает из наблюдаемой реальности. Активируется несколько объектов, связанных с концом света. Как оказалось, SCP-6488 не уничтожал искусственный интеллект, а запирал его внутри себя. И теперь, когда машину пришлось отключить, одичавшие от заточения искусственные интеллекты начали творить в мире хаос. Устроенные этими одичавшими и их хаос оказался настолько опасен и разрушителен, что SCP-6488 запустили вновь. Аномальное устройство сделало создание искусственного интеллекта принципиально невозможным. Однако новый запуск машины создал нечто иное. Объект начал объединяться с какой-то сущностью из ноосферы. Похоже, что с разбитым богом. В 2024 году SCP-6488 внезапно начал разрушать сам себя, и в итоге прекращает работу. Из-за чего Дикие Ии вырываются на свободу снова. И теперь они уже совсем дикие, да еще и связанные с разбитым богом. Так что теперь фонд уже ничего не может им противопоставить. С этого времени начинается эпоха, когда борьба за нормальность становится фактически борьбой против этих искусственных интеллектов. Вообще, я тут очень много всего пропускаю и рассказываю только самые основные события. Сам по себе этот объект по объему как небольшая книжка. Целый роман. В какой-то момент борьба с аномалиями становится все более сложным делом. У фонда не хватает ресурсов, чтобы их сдерживать. Доходит до того, что в одном из учреждений фонда начинает появляться говорящая голова. Из диалогов с этой головой становится понятно, что голова это частично материзующийся сотрудник фонда SCP, из мира созданного некогда машиной SCP-6747. Той же, что создала Лолл фонд. Но голова не из Лолл фонда, а из некой белизны. Пространство между мирами, куда скидывается разный мусор и ненужные истории. Мусор смешивается с белизной и становится серостью. Массой того, чего нет. Подозрительно напоминает диск Элизиум. В этом мире тоже есть свой фонд SCP, в котором был организован отдел удаления, желающий помочь настоящему фонду с его проблемами. Впоследствии становится понятно, что даже сам этот сотрудник фонда, из белизны, состоит из ненужных выброшенных историй, слабо связанных между собой. Он предлагает помощь с удалением лишних объектов. И фонд из реальности эту помощь принимает. В ходе теперь уже проекта под номером SCP-6183 удаляется множество опасных аномалий. В том числе и, например, SCP-4000 успешно прекращает свое существование. Однако, как и во всех предыдущих случаях, у проекта начинаются проблемы. Сначала оказывается, что новые аномалии, записанные на старые номера, приобретают свойства старых. А затем база фондов начинает вести себя непредсказуемо. Текст в ней начинает превращаться в бессмыслицо. Более того, сами учреждения фонда SCP начали будто бы тоже искажаться, вслед за текстами в базе данных фонда. Проблема эта только нарастала, и в какой-то момент целые зоны превратились в области искривленного пространства, внутри которых терялся сам смысл вещей. В одну из таких отправили сотрудника класса D. Его рука превратилась в свечку, а затем он распался на части, как разобранный пазл. Примерно это со временем и ждало весь остальной мир назидания. В итоге понятно, что фонд мира назидания натворил дел, как, наверное, никакой другой из фондов в других измерениях, потому вынуждено было вмешаться в Центральное управление нормальности, организация, созданная вне существующих миров. В итоге соглашение между многими фондами SCP в самых разных вселенных. Как оказалось, в четырех описанных случаях именно это Центральное управление и спасло незадачливый мир от полного разрушения. И теперь вот в стенах управления рассматривается последний, пятый случай. И мы читаем документы, собранные управлением, связанные с этим. В 2031 году фонд SCP начал строить огромных размеров комплекс, предназначенный для утилизации аномального мусора, образующегося от содержания множества аномалий. При этом комплекс утилизирует саму по себе аномальность мусора, то есть аномальный объект должен быть сначала разрушен обычным образом, а уже потом окончательно уничтожен в учреждении под названием SCP-7243. К тому времени, когда происходили события первого отключения SCP-6488 Lotus, той машины, которая уничтожает все ИИ, мирное задание был настолько завален аномалиями, что с утилизацией аномального мусора SCP-7243 справлялся с трудом. И в какой-то момент в его работе начались сбои, когда Лотус окончательно прекратил свою работу в 2042-м, и Дикие ИИ начали свое буйство. По всему миру дела пошли уже совсем плохо. А в следующем 43-м году комплексу SCP-7243 прибыл очередной контейнер с эзотерическим мусором. Поначалу машина вроде бы работала как надо, удалив его из наблюдаемой реальности, но потом произошел мощнейший выброс энергии. При этом выброс этой энергии происходит в основном как бы вне мира назидания, куда-то в мультивселенную, где вызывают ряд катастрофических событий. В 2045 году на замену SCP-7243 создается очередной проект, общий смысл которого в том, чтобы спихивать свой бесконечно аномальный мусор в мультивселенную, заваливая им другие миры. Изучив все эти материалы, Центральное управление нормальности приходит к выводу, что миру назидание помогать дальше бесполезно, и больше его спасать никто не будет, после чего он, по всей видимости, рассыпается, разорванный ошибками местного фонда. И честно говоря, в этом SCP-7243 я очень много всего пропустил, потому что видео с чтением этого объекта на английских каналах длятся по 3 часа. Объект очень большой, это снова целая книжка под номером SCP. Может, конечно, не стоило пытаться читать его за раз, но читается он довольно тяжело. Длинные графоманские описания с кучей терминов бесконечной тягучей идеологии, которые можно сократить до пары строчек. У меня даже появилась теория, что SCP-7243 это какой-то метаприкол, ведь до этого фонд творил разные непотребства, злоупотребляя своей безграничной властью. Тут же в рассказе он просто не очень экологично для мультивселенной, утилизирует свой мусор, что не самое большое злодейство из всех, которое можно представить. Тут скорее непотребство творит уже автор объекта, выгружая на читателя стену тяжелого и не очень содержательного текста. С другой стороны, вернувшись на следующий день к этому объекту, я немного изменил свое мнение. В конце концов, в этой истории люди, пытаясь исправить ошибки своего прошлого, лишь совершают новые, пытаясь совладать силами, которые бесконечно больше их самих, и этой атмосферой в целом возможно проникнуться. Всем пока!